Девушки отдыхают 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 но я считаю, что это должно быть подшимано. Продолжение следует право, он не догадался с предназначением, но я считаю, что в этой ситуации это касается шести самородов, которые принадлежат этого парку. И надо иметь на уваде одну вещь, что один самород – это не все. Та решила была wspólна, вспомним, что еще есть Кенсово, в нашем парке Мруча, Ками, Сэмпульно, Вьерпоц-Сощно и мы такое становиско wspólно обрабатывали. Застало это на территории гмин, есть запись в статусе, что в месте, а не имеет проблем, чтобы поменять. Уважаем, что это место очень атфакционное, тем более, что есть широкие планы, но можно, скажем так, очень хорошо, это все углать в целом и может функционировать для всех здесь. Но, как говорится, что Пан Мруча ма такое право, может это сделать. Какая магнитетизация, что Пан Марсалка трудно в этой ситуации сказать, что на певно это было решено киевровиско. Наси самородовцы были неизвестны из этого титула, и это жасно читание на конвенции тоже было сказано. Но это всё с моей стороны. Мы поднимем, чтобы было, чтобы было там, где было раньше. Хорошо, а если говорить о 100 метров от каурии и речки, не знаю, Паня Викеставра? Паня Викеставра, да. С Генеральной Дирекцией Ухраны Ширидовиска? Паня Викеставра, так было. Остатно, мы могли бы еще почекать на какие-то следующие установления, а может быть, что-то лучше. То есть, скажем такими пунктами, может быть лучше. Региональная Дирекция Ухраны Ширидовиска использовала какие-то какие-то свои уваги от этого документа, который был предоставленом через Урс. Маршалковский. Он не выполнял вымогов, которые укрылил этот Урс. Урс. Главным зарзутом, засчерзенем, увагом есть то, что эта экспертиза или этот документ не увзглёння и какие-то там зверонки, которые выступают на этом терене, который идёт до вылечения, так, в этих 100 метрах, которые могут быть вылечены. Этот документ тратил до Урс. Маршалковского и, как обычно, в Урс. Маршалковском это уткнуло. Моим здаем, может так скажем, чтобы уделить те информации, о которые проси тут Regionalная Дыркция охлаждения и средства, моим здаем это работа на 3-4, может и на месяц часу. З прикольствием ствердзам, что месяц, а уже 1,5 месяца минело и ничего в этой справе не случилось. Просили мы о интервенции пани посел Козловской, которая в этой справе ostatnio по раз kolejный rozmавила с панем маршалком, если хорошо на сегодня могу только сказать, что была очень остра, очень конкретная и обязанная панем директора Вальтер Вальтер до запоменения этих данных, которые нужны могут запоменения до региональной дирекции охраны 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 декларации, что в моменте, когда такой документ, такое запоменение натихиаст заопинируют это, в смысле позитивным, нам надеюсь, что мы сейчас на решение этого вопроса, что все наши трудности здесь по стороне Урzęду Маршалковского, который, не знаю, из каких поводов, извлека, и т.д. Ясно, хотя бы до той поры старались мы о том не говорим, но мне кажется, что нужно в артикуловать. На этой сессии, на которой вспомнил Пан староста, Пан директор, поперечный, что жадание, которые национальный директор, что еще дополнительные рожки и сверки, и его пункты видения, это не не проводят. Мы на встрече в Редакции охраны и 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 директины, которые достали из Главной и Главной и Главной Немного это нужно выполнить. Здесь декларация дирекции охраны и охраны и охраны и охраны и для них достаточно. Но нужно узнать. Оценяяясь закрес документом, который должен удовлетворен, что не это не на пол года, на два, на три, но можно сделать очень критко. можно сделать очень критко. Секаем на конкретные рухи со стороны в Ураде Маршалковском, если в ближайшем не выйдет, нужно будет просто просто среагировать. Может быть вопрос может или может вы почему это так трех лет или пять от этих 100 метров слышимы? И это не возможно, чтобы с одним папиром пригребать за прошедшим. Тен документ до заопинирования, который пошел в месяц в грн. был проведен через окрес року или душе. И через целый час были проблемы, чтобы повоить комиссию, чтобы комиссия пошла, ездила, ходила и чтобы этот документ постал. может сделать какую-то злую волю Урэду маршавковского в этом теме? Или это так бюрократия что это не до прескокения для воеводства? Трохе с того, но но это не возможно. Сами мы начинаем в голове, как долго можно делать? Если если то чем то если какое-то стометное странное до успеха если урожен маршалковский, если улучшение теренов забудованных из парков. И здесь, особенно гмин, гмна Сомпун уже вывела, не знаю, как остальные гмины, на этих сессиях марковых, были вывеланы ухваы, как бы, выражающие позитивную opinię решения маршалка. Маршалек, как говорится, как вы знаете, в этом году мы говорим о том, что мы получили консультации. Гминные, посчёные самороды, ходящие из этого парка, хотели, как бы, выключить терен с границ парка. Обзары, так? Главное, как говорится, как мы, министы, которые были вывеланы, но все остаются в этом парке. Хочется, чтобы это выключить. И были, в терене были консультации дополнительные документы, и они, как бы, были оправлены через Уржо-маршалковский, и посчёные до посчёных самородовцев, нализащих до парка, о заопинивании. Теперь позитивной opiniой есть поднятие ухваы. Но и так, и так, как маршалек, и так, как уржо-маршалковский, может так будет лучше, не годится на определенные решения, какие-то, 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 что запропонировали самородные. И он, какие-то, и так, и так, еще, как бы, тримаясь в этих 100 метров, а между ними, губно, не все терены, как бы, были выключены, то, что запропонировали гмины, посчёные, входящие в склад парку, из этих гранц парку. какие-то изменения есть, мимо этого всего. И сейчас, все эти три самороды, извиняюсь, шесть самородов, входящие в склад парку, Сочной, гм. Сочной, а может меньше, потому что, только 400, пара метров, но те остальные musят поднять основную ухвалу. Если будут позитивные, так, заопиниваны, то тогда и так, как бы, уржи, если chodzi о розвит сочной, посчёных, наших самородов, потому что, большая часть, большая часть, увольнена от этих обошлений, в которых, мы не с ними, о этих 100 метрах. То есть, такой, скажем, позитивный, есть, но и так, и так, это 100 метров, но это очень сложно, это очень сложно. И тут есть самый большой проблем, мимо того, что… У нас есть, что есть, что мы не имеем, и пока не будет, ничего не будет, А, Паняя, сейчас, мы, мы, продавали, с такой информацией, Дотором, дотором, такой информацией, как бы 100 метров ближе не можно будить. Одни могут, а им не. Фотографировали с такими информациями на территории Победы Сępoleнинского. Проблем много в Венцбург наглосил, но там был такой темат подошел еще председательного директора парка, что в Венцбурге есть актуальные mapы, на которых нет какого-то става и это удалось, а кто-то это удалось. Я ответил на это вопрос. Дотором до Пана информации такие, что мимо того, что есть ближе, что дом в какой-то в си повстал ближе, чем 100 метров от озера, помилом кауру, или ставик. Знаю такие случаи. Процедура... Может не так. Процедура была następująca. В случае, когда был выполнен план загоскодирования пресчетного или также решение о воронках забудове, а этого было больше, такая решение о воронках забудове должна быть заопинирована через Regionalную Дирекцию охраны и охлаждения. То есть, что это было присылано до Венцбурга, когда еще был Пан Бабилецкий, который был представителем этой дирекции. И это было до Дирекции. Они на геопортале, или на одном портале, справили эту działку. Если видели, что нет там ставе, то пускали и намасшали. Если что-то не пускали. Быть может было так, что мусорсетин была меньше. неактualne. Быть может до cieplивости уреждения такого была меньшая или меньшая. Но нам в случае, когда уже обвязывалось это право, где решение о возрасте забудовы были с позитивным домашнением, а в этой самой местности, не буду говорить где, уже, на самом деле, по полу года времени, когда начало себя делать, назовем это так, а с этим связано, уже были негативные. Такие случаи есть, так. Згадам себя с этим, но, не знаю, что они возникают. Вдали мне, что возникают из того, что я предъявил, из недокладности этих мап и так далее. Ну то еще, а propos Урзену Масаоковского, шампани, пани Томограф, пани Люцина Соломска, за сугерувала, что на последней сези, что даже с коштом кары, нужно проводить отплатные бадания при использовании томографа в шпитале в Винсборку. Так, в степне, паниц-стараста уже о том говорил на сези, но ... то мы все мы, так как будет вернуться с карой, а с отданием тех существующих, которые шпитал призывался на взаимопостав. Но нам было достаточно много миллионов евро. Как выглядят ваши действия? Возвращение, какие-то как-то сугерси, если Если говорить о стороне, о особе Пани Радной, или, может быть, может быть, о комиссии здоровья, Заразд еще не познакомился и, может быть, на найближнем посетении Заразда будет иметь место, будет этот темат порушен, но я говорю в этот способ. Если нужно задуматься над тем, сколько времени уже нам осталось, а по-друге, что нас ждет на сегодняшний день, чтобы отдать деньги. Потому что спојка будет лучше скончить строительство. И там тоже будет поменять правильные кошты. Пропомнимаю, что опрошу 65% нужно иметь 35%. А спојка... А то есть проект? Нет, нет, нет. С которого тратим и домограм. То есть иное задание. А то, что мы в этой филии акурат... То, что запропонировала Паня Люцина, чтобы заплатить кару и отдать эти деньги, то не разрезает проблем. Отдамы, но эти деньги мы должны иметь. То могла бы быть, а мы должны выдать, как Пан вспомнил, какую-то казну квоту. И еще на пауна будет с какими-то konseквенцами, отсутками и не отдам о чем еще. Питание моё это такое. Чи шпита станет на день сегодняшний, чтобы отдать деньги с повротом, а по-друге, что нужно еще достоять другие деньги, чтобы закончить бодобную. И поэтому я думаю, что на день сегодняшний, это моё мнение, может быть, Рада поднимет или заразы спула, поднимет какую-то или другую декаду, но я думаю, что такие декады не поднимет, потому что замкнемся себе другие с каждой системой. По-прежнам маршраторовским. Проблемы? Друга вещь. Не скончим, не поднимем, потому что не будет иметь własных денег на свой вклад. Что с того, что кредит возьмем? Но кредит нужно сплаться. А как мы отдать, то нужно иметь эту готовку. А на отдание чего-то, берусь кредит на то, то по-прежнам нужно отдать, а на то с моей згодой не ма. Потому что шпитал, как ма закидачь кредит и одразу заплатить тяжкие деньги, чтобы отдать, а мы можем прокатировать, когда нам это можно сделать, в каком окрасте времени. то может дать 2-3-4 лет. Если можно, то не до принятия, я думаю, что будет, скажем, большинство здесь ранных за тем, чтобы получить такую декзию, но я думаю, что замкнули бы мы дороги с каждой стороны, как я сказал, на то, чтобы, помимо Урзанта Маршалковского быть fair, а по-друге старались мы о эти środки, о том, что могу, а были какие-то там покажные środки достаны. Достали мы, а по-друге мы, как мы, то есть раз, а по-друге спула на сегодняшний повторит, что еще раз, ма ситуацию трудную, мимо, что правдоподобно будет, бо не ма мы биланси, еще, будет позитивный, но мы можем взять кредит на то, чтобы скончить это задание, а не ма пенец на то, чтобы кому-то отдавать. То есть, мимо этой беды контрактовой на томограф, я думаю, что мы можем претрымать этот окрас, и чтобы, скажем так, чтобы еще не погрожать еще больше, чем, мы можем сейчас узнать. А то есть, возможно, чтобы маршалек сделал выделок и за взглядом на узасадненное добро спулачное, в трибе выделоковым на коммерческое использование томографа? А теперь мы поговорим о том, мы поговорим о том, потому что, мы например, в Венцбурге и в Венцбурге, в таком клубном проекте, с Гмином Сэмпуло, мы на мысли, если мы говорим о пларе, и тоже была дискуссия на этот темат, и что можно, или не можно, или может быть вынажем, или может быть в коммерции проводить. А с того, что, с документом, в Венцбурге, в Венцбурге, в Венцбурге, мы поговорим о том, с документом, в Венцбурге, в Венцбурге, может быть, что, может быть, и важно было заплатить эти миллионки, и не иметь этих проблем. И так далее. Может быть, за какой-то час тоже стерзим, что нужно было поднять, только что, сегодня, скотки финансовые могут быть очень много, не короткие, но в Венцбурге, в Венцбурге, на почту, тоже, что он был на пларе, он не хотел, а еще не согласен. Но здесь насыла себя такая дыгрессия, потому что на территории поведения Сэмпулиського до той поры не было томографа, так? Люди ездили wszędzie на боки. И в таких случаях, в таких случаях, что, если в таких случаях, в таких случаях, где появится новый томограф, в данном повеции, должен быть больше, чтобы эту джиуру успокоить. Потому что по 2-3-5-10 летам, может быть, статистически меньше, но в случае, когда есть новое было бы, чтобы через три лета и контракт с фондусом здравия был высшим. Но есть, как и есть. Добрый, панец, еще разрушает маршалковский, вспомнил на сессии, что маршалков отмывал отшкодования за знищенные дороги при оказии ремонта моста на реце ОВИ, о узасаднении. Почему маршалков отмывал? Не помнил? Или есть какое-то Узасаднение? Первый панец 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 улгу то, что мы можем узнать улгого, с чем мы уже украсили эту виску панец залил праздники я уже прошла так, что я обижają pieczątком, mówiąc najprościej i to jest punkt wyjścia do dalszych naszych działań, które musimy zrobić. Myślę, że w przeciągu miesiąca czasu niecałego jesteśmy resztę rzeczy w stanie przygotować do tego, żeby do tej sprzedaży doszło. No właśnie, a jak tego sens jest z potencjalnym nabywcą? Czyli najpierw musi mieć komplet dokumentów i wtedy będziemy rozmawiać. Nabywca nadal jest zainteresowany kupnem tego płac. I jeszcze chciałem też Panie Starosto, też na sesji Pan wspomniał o tych pomiarach geodezyjnych, które się odbywają. Jeśli dobrze pamiętam do 15 kwietnia tam chyba powinno się to przynajmniej jakiś częściowy etap zakończyć. Tak? Już powiem. No, to popatrz, bo zarówno będzie dalszy ciąg. Na sesji jaka chyba na tej części nie były. No, starają się dowiedzieć. Tak, ale już głównie wykonawcy tego zadania, zgodnie ze specyfikacją, mimo że termin był udłużony do końca kwietnia, bo mieliśmy pierwotny termin do końca lutego, ale w związku z zakresem dużo większym niż były planowane, sześć powiatów, m.in. nasz powiat na Kujawsko-Pomorskim, więc ten termin został wydłużony. I do końca kwietnia i te materiały wszystkie makro miały być włożone. Ale Pani Dyrektor na sesji wczoraj powiedziała oficjalnie czysto na temat, że musi być ten, nie musi być, tylko już jest zakluczony, wykonawcy główni są, już można przychodzić, osoby zainteresowane tutaj, które chcą sprawdzić, bo takie osoby też na początku nie wiedziały, kto, co, jak i tak dalej. I kto to zacznie zda firma, dlaczego to się robi, zresztą na zebraniach sołeckich, jeżdżąc tutaj z Panem Przewodniczącym, takie też zastaliśmy pytania. Ale skończę, bo to mamy, że już mimo terminu do końca kwietnia firmy są, codziennie można przychodzić do Pani Dyrektor, są osoby, które mają swoje pomieszczenia, czy ci wykonawcy tego zadania są na miejscu i można sobie sprawdzić swoją działkę, czy wszystko jest dobrze zinwentaryzowane, czy wszystko jest ujęte, a może i za dużo jest ujęte. Dlatego, powiedzmy, zapraszam wszystkich tutaj, którzy są zainteresowani, żeby skorzystać z takiej możliwości, żeby po to nie było jakichś problemów. Jeśli mogę długą starostę wspomóc, to problem jest bardziej szerszy niż to, co teraz jest robione. Są jak gdyby trzy rzeczy. To, co teraz jest skończone, to była inwantaryzacja budynków i budowli na terenie powiatu sępoleńskiego z wyłączeniem miast, bo to już było wcześniej. I to jest robione w ramach tego projektu przez Związek Powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I to jest, jak gdyby, to zlecenie, które teraz jest kończone. Czyli inwantaryzacja obiektów, patrz, budynek, tak, na terenie powiatu. Nie była robiona inwantaryzacja, nazwijmy to, infrastruktury podziemnej, czyli przyłączy wodociągowe, przyłączy kanalizacyjne, napowietrzne, czyli to wszystko, jak patrzymy na mapę, tak, którą widzimy, że na mapie jest dużo różnych kolorowych kresek, to tylko były robione teraz budynki i budowle. Natomiast drugim etapem być może będzie, o czym ostatnio rozmawialiśmy na Związku Żninie, program następny w ramach nowych środków unijnych na inwantaryzację tej drugiej części, o której mówiłem, czyli tych elementów pozostałej infrastruktury, po to, żeby mogła być pełna mapa cyfrowa. My po tym projekcie nie będziemy mieć pełnej mapy cyfrowej, będziemy mieć tylko mapę cyfrową budynków i budowni. I to są, jak gdyby, dwie rzeczy, które już się kończą i być może druga, która się znajdzie. Jest trzecia rzecz, która jest już też w toku i na ukończeniu. Jest to też program, który wabił rząd marszałkowski. Mówimy tutaj o takich pojęciach, jak infostrada i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym dzisiaj na dużo na ten temat rozmawiać, ale jeśli panowie, państwo pozwolicie, to przy najbliższym spotkaniu tutaj ze starostą ja bym dokładnie powiedział, o co chodzi. Skrótowo powiem tak. Jest już wstępnie uruchomiony program ERGO na stronie internetowej. Jest to innowacyjny program. Będzie można na tej stronie, na tej stronie będą mogli pracownicy samorządowi lub zwykli obywatele zobaczyć różne rzeczy. Przede wszystkim będą mogli zobaczyć aktualne mapy geodezyjne. Wpisuję na mery działki, wchodzę i mam aktualną mapę geodezyjną. Co to znaczy aktualna? Aktualna to znaczy to, że musi być cyfrowa i w każdym momencie, kiedy zmiana będzie robiona, ona w ciągu kilku dni docelowo będzie cyfrowa. Na dzisiaj te mapy z naszego zasobu są wpisane do tego programu i one niestety nie są aktualne. Z konsekwencją będą te dwa następne programy. Na tej samej stronie będzie można obejrzeć, już można obejrzeć, ale są to dane nieaktualne. Wszystkie pozostałe rejestry. Rejestr pozwoleń na budowę, rejestr zgłoszeń, pozwolenie na zgłoszenie, rejestr zabytków, decyzje o warunkach zabudowy w poszczególnych gminach. Czy wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego. Ten portal, który jest już uruchomiony, ale tylko na razie wstępnie, dla województwa, dla większości powiatów naszego województwa, ma być do końca roku uruchomiony. Jeśli zostanie to uruchomione, będzie to w skali kraju rzeczywiście coś takiego, czego jeszcze nie ma. Ale żeby po prostu na ten temat mówić, to jest jakaś większa akcja... Jest to program urzędu marszałkowskiego. My w tym programie też jesteśmy. Ze środków unijnych finansowanych. I te rzeczy, o których tu mówiłem przed chwilą, będą musiały być na bieżąco aktualizowane. Przez powiaty, przez gminy. Jest też ewidencja gruntów, działek. To wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania urzędu, jak i również dla informacji dostępnej dla każdego obywatela w ramach tego, co on może zobaczyć, bo jest obrona danych osobowych. Ale to jest jak gdyby szerszy temat. Okej, dobrze. Zapraszam do mnie, czy do pana starosty. Możemy pokazać, jak to już wstępnie działa. Ale oficjalnie będzie to działać niestety dopiero pod koniec roku. Dlaczego o tym mówię? Bardzo ważną rzeczą jest ten program, który teraz jest skończony, czyli elektroniczne mapy i to, co ewentualnie musi być zrobione w najbliższych latach, czyli całkowite elektroniczne mapy. Jeśli to będzie skończone, to wtedy to program będzie miał sens. Bo my będziemy mogli mieć na bieżąco aktualne mapy, a nie jakieś sprzed miesiąca, dwóch, trzech pół roku. Chciałbym dokończyć ten wątek, bo pan redaktor zapyta, po co, dla kogo i kto to okazał, czy zaskali kraju, czy Komisja Europejska na życie. O nie. To jest projekt, gdzie, jeśli chodzi tutaj o tą sytuację, w której rozmawiamy, o te sprawy mówiąc krótko, geodezyjne rzeczy, czyli ta inwentaryzacja obiektów, ten pierwszy etap, o którym mówi wicesterosta, to jest Związek Powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyby przystąpił do projektu, który został nakreślony przez samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o problemie. I tutaj ukłon, jeśli chodzi tutaj o stronę pana marszałka, pan marszałek znałem zagadnienie, problematykę tego wszystkiego, jaka jest w skali, bo do tego projektu nie przystąpiły wszystkie powiaty, tylko dziewiętnaście, tutaj, jeśli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, te, które nie mają, bo duże miasta, duże miasta, jak Bydgoszcz czy Toruń, oni już daleko, daleko, to już dawno było to zrobione, nie wiem, czy to zrobione z własnych środków, czy nie, no ale te nasze powiaty, nasze powiaty, mniejsze, których, powiedzmy, sytuacja jest, jaka jest, no to przystąpiły do tego jednego związku i ten związk, jak gdyby wystartował w konkursie i do tego mamy, to, co mamy i tutaj ukłon, jeśli chodzi o starosta Żnińskiego, ponieważ on był tym głównym takim koordynatorem i można powiedzieć, osobą, która dążyła do tego, żeby taki tu projekt akurat został realizowany w naszym województwie, a to, co powiedział licestarosta, te dalsze etapy, to też został ostatnio na zjeździe tutaj, na Walnym, jeśli chodzi o Związek Powiatowy Wysokarowskiego-Pomorskiego, został, gdyby wyznaczony następny tor, właśnie ta pełna, dążenie do pełnej cywilizacji tutaj wszystkich map, które są, czyli naniesienie tego wszystkiego, o których mówił pan starosta, wszystkie media na miejscu. Ok, pan też wspomniał, że pytają między innymi ludzie na zebrania wiejskich, ale mało tego, bo do naszej redakcji też dochodzą takie sygnały i to być może, być może nieszczęśliwie się stało, że pod koniec tego projektu, bo jak pan mówi, że praktycznie ten pierwszy etap jest zakończony, bo szkoda, że nie wcześniej, dlatego, że nie było żadnej informacji i dochodziło do takich sytuacji, że ktoś przyjeżdżał z pracy do domu, a dosłownie mu na ogródku, że tak powiem, bo już szwędzali się obcy ludzie. Dlaczego nie było wcześniej informacji, że będą chodzić i mierzyć? Błąd, błąd, panie redaktorze, informacja była z naszej strony. Mówi, masz pytanie też o zebrania. W tych lokalnych mediach też była informacja. Być może za mało, ale i być może, być może mogliśmy wykorzystać sołtysów tutaj z naszego tutaj. I to tutaj się zgadza. Myślę, że we przeszłości to zrobimy. Tak, jeżeli będzie ten drugi etap, wcześniej, mój się. Myśmy to, mówię, nie każdy czyta, nie każdy słucha, media ogląda, czy w internecie, jak zwał, tak zwał, każdym się, że być może, szkoda, że nie wykorzystaliśmy sołtysów w naszym powiecie, bo mogliśmy to dać i podejrzewam, że i tak by się znalazła osoba, która do tego nie dotarła. Ale mi się skali. Bo ja się nie zmowiliśmy. To nie było tak, że akurat jest duży szum, duże zamieszanie wokół tego, ale zdarzały się pojedyncze, mówię, i na wszystkich zebraniach też był temat poruszany. Ale tutaj myślę, że nauczka na przyszłość jest taki, po prostu będzie duży projekt realizowany. Ale informacje też mi trafiły. Trwało to być może za długo, bo pół roku, rok, no zapomniało być może o tym. W każdym razie, na przyszłość, jakaś jest tam nauczka, i widzę, że chcę wyciągnąć wnioski z tego, żeby dać wszelzej, wszelzej skali taką informację. No, mówię zawsze, ktoś tam by się znalazł, tak? Dobra, to ja dziękuję bardzo. To z mojej strony wszystko. Czy pan przewodniczący, chciałby jeszcze coś? Nie, nie ma pewnego. Bardzo się cieszę, że wszystko jest ok. Wszystkie odnaleźne. Mogę wam pokazać, jak to odgo chodzi tam. Dobrze, ale to później, jak będzie okazja, będzie już na tyle ten temat jasny, czytelny, to wtedy możemy tutaj pokazać, zanemonstrować, bo to na pewno będzie interesowało wszystkich. Ale póki co, na razie to jest po wijakach, bo jest dużo takich niejasnych sytuacji w sensie dane nieokreślone są prowadzone. Danych osobowych, to są jeszcze rzeczy, które są po wijakach, ale jak się uda, to do końca roku, o którym mówiliśmy wcześniej, to byłoby super, bo to ułatwi, jak gdyby, kontakt urząd, a opetant, czy osoby, które chcą skorzystać z jakiejś tam informacji. Ja, korzystając z tej okazji, chciałbym, w imieniu własnym tutaj, osób tutaj siedzących, imprewników starostwa, chociaż już sobotę na stołach, w Wielkanostek, też już składaliśmy życzenia, chcieliśmy wykorzystać tą okazję i złożyć mieszkańcom powiatu sępońskiego na nadchodzące święta wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, radości, uśmiechu i miłej, wspaniałej atmosfery świątecznej. Domy, wesoły świąt. Dziękuję. Dziękuję.